Дворник Галины Лихачёвой В школьные годы ей, как и многим говорили, будешь плохо учиться, станешь дворником. Но училась она неплохо, получила среднее техническое образование. Более 40 лет проработала на ремонтно-механическом заводе. Прошла путь от нормировщика до начальника отдела по труду и заработной плате. А потом, когда начинались эти лихие 90-е, я уже на пенсию ушла. Начали сокращать. Сокращать, знаете, в первую очередь пенсионеров. А потом прочитала в газете, что дворники требуются. Пришла, значит, меня записали, поставили на очередь. Потом Елена Вячеславовна, моя мастер будущая, позвонила мне и сказала, что есть такая должность дворника. Вот так я и оказалась дворником. Это сколько лет у нее? Ой, я думаю, что лет 15. Я точно не помню уже сколько. Вот я как пришла дворником к Елене Вячеславовне, так я у нее и работаю. Мне просто повезло, что Галина Владимировна работает в нашей организации, что она вот в таком возрасте не отказывается. Она настолько энергичная, настолько сильная, выносливая, я поражаюсь ее выносливости. Вот она никогда не торопится никуда, но она все успевает. Если у меня возникают какие-то проблемы, подменить там человека на соседнем участке, она мне никогда не отказывает. И все всегда сделаю в лучшем виде. Вот такая она надежная. По словам Елены Сухопрудской, желающего поступить на дворницкую службу, примут охотно. Вакантные места есть, но к подбору персонала подойдут тщательно. Ведь такая работа требует терпения, ответственности, самоотдачи и способности находить контакт с людьми. Галина Владимировна не только отлично справляется со своими обязанностями, но и хорошо ладит с жильцами. Всегда улыбчиво и приветливо. Не успеет солнышко взойти, она уже все у нас убрала. Хоть лето, хоть зима. В общем, в любое время года. И еще у нас хороший такой момент. Она у нас все клумбы нам летом. Так сделает, так красиво. Очень жаль, что вот вы не летом к нам пришли. У нас у дома просто чудесно. Конечно, случаются и конфликты с отдельными бессовестными гражданами. Часто приходится делать замечания тем, кто взял за правило выбрасывать мусор с балкона. С окурками борюсь. Любители курильщики бросают из балконов, из лоджии. И объявления пишу, и прошу, взываю к совести людей, что это некрасиво, что неужели приятно смотреть на землю, усыпанную окурками. Ну, где-то, может, на кого-то, может быть, и подействовал. Ну, в общем, это беда наша. Вот. Просто призываю людей, если они слушают меня, ну, будьте культурными, наконец. Некоторые говорят, что мы платим деньги, поэтому можем пакет с мусором оставить у подъезда, дворник подберет, снесет это все на мусорку. Есть и такие люди. И три дома, представляете, по 20 подъездов в таком возрасте все это разгрести. Работа дворника значима и видна каждому. Тогда почему же многие так неуважительно относятся к дворовому труженику? Возможно, считают, что это слишком простая, непрестижная и малооплачиваемая работа. Но Галина Владимировна не жалуется и видит в ней больше плюсов, чем минусов. Работаешь на свежем воздухе и приносишь людям пользу. Не жалуется и на маленькую зарплату в 7 тысяч рублей. Рада, что в свои 76 может еще и внукам помогать. А их у нее четверо. Я иногда прихожу с работы, у меня повышенный тонус жизни, как говорится. Разве плохо быть на свежем воздухе, чем сидеть на диване у телевизора. Я вообще счастливый человек. Самое главное, чтобы у моих любимых родных было все благополучно. В данный момент я хочу только этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!